Итоги уходящего вторника Пьяная женщина на сносях каталась на мотоблоке, что грозит бесстрашной леди. Невидимая угроза. В Беларуси увеличилось число новых случаев ВИЧ-инфекции. Обследование на ВИЧ-инфекцию можно пройти в любом из наших учреждений города. То чаще всего пополняет статистику. А также селекторное совещание, опасная посылка и купальный сезон. МЧС напоминает о правилах безопасности вблизи водоемов. Сколько жизней унесла вода. Виды на урожай хорошие. Президент на селекторном совещании по уборочной кампании рассказал, от чего зависит продовольственная безопасность страны. Александр Лукашенко обозначил ряд вопросов, на которые ответственные должностные лица, власти на местах и директора предприятия должны обратить особое внимание. Это трудовые кадры, обеспечение порядка дисциплины, оказание своевременной помощи сельским жителям. Каждая минута дорога, установилась неплохая погода, надо убирать хлеба. Только надо помнить, что уборка – это не только уборка зерновых. Но особенность такова, что зерновые колоссовые, особенно рапс, не подождут. Если мы день-два прозеваем, урожай будет на почве, на земле, все осыпется. Поэтому мы уделяем особое внимание этим видам сельскохозяйственной продукции. Еще раз подчеркиваю, в мире ситуация очень серьезная. Еще раз повторяю, опасность вызывает то, что она неопределенная. То есть мы не знаем, что может быть завтра или послезавтра. Поэтому по-деревенски, по-крестьянски мы должны готовы быть к худшему. Будет лучше и нам будет неплохо. Госзаказ должен быть, безусловно, выполнен. По предварительной информации, зерно нынешнего урожая пригодны для высококачественного хлебопечения. Поэтому необходимо сделать закупки в объеме полной потребности. Кроме того, нужно создать базу для выполнения программных задач УПК. Заготовить зернофораж для животноводства с учетом требований рационов, обеспечивающих высокий уровень продуктивности по молоку и мясу. В Бобруйском районе пьяная беременная женщина села за руль мотоблока. Около 10 вечера в одной из деревень внимание сотрудника ВГИ привлек малогабаритный трактор. Когда водителя остановили, оказалось, за руль была нетрезвая женщина, которая находилась на восьмом месяце беременности. Мы поехали на рыбалку, я попила пиво, ребенок попросил мороженое, мы приехали, купили мороженое. Освидетельствование показало 1,5 промилле алкоголя. Наружительнице грозит штраф и лишение прав на 5 лет. Гибкая система, очередная схема и новые правила. В стране разрешат узаконить самовольные постройки. Какое условие главное? Кромкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси магазины потребкооперации разрабатывают гибкую систему скидок для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и малообеспеченных. Сейчас предлагают получить минус 10% от цены на 29 товарных групп. Бонусы действуют в 3800 объектах страны, из них треть в сельской местности. Белпочта предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники связываются с жертвами по телефону, предлагают забрать посылку, которая якобы пришла наложным платежом на их имя, требуют как можно скорее оплатить. Однако сотрудники организации информируют клиентов о поступлении и отправлении только посредством сообщений на Viber, SMS или с помощью бумажного извещения в почтовый ящик адресата. В стране разрешат узаконить самовольные постройки. У местной власти будет право принимать в эксплуатацию одноквартирные дома и нежилые здания, которые белорусы возвели без разрешения и проектной документации. Но есть исключения. Новшество не распространяется на сооружения, расположенные в столице. Ограничения и запреты на посещение лесов введены в 29 районах Беларуси. Исключения Могилевский, Минский и Витебский регионы. В южных областях чаще всего пожароопасная обстановка. Интерактивная карта на сайте Минлесхоза. МЧС и Освод напоминают о безопасном отдыхе вблизи водоемов. Купальный сезон в самом разгаре. Выбирать стоит только разрешенные пляжи. С собой обязательно нужно брать головной убор. За буйки заплывать запрещено. И ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Только этим летом в стране утонуло 26 человек. Отрицательный статус. В Беларуси показатель заболеваемости ВИЧ-инфекции превысил прошлогодний уровень почти на 14%. Только за июнь плюс 130 новых случаев. Всего же с начала июля зафиксировано 857 с начала года. В основном это мужчины старше 30. По-прежнему основные пути передачи – половой контакт через кровь, либо при родах от матери к ребенку. В нашем городе уже зарегистрировано более 700 случаев ВИЧ-инфекции. Если говорить о сегодняшнем дне, то есть сколько было зарегистрировано за полгода, то это 30 случаев. Обследование на ВИЧ-инфекцию можно пройти в любом из наших учреждений города. То есть это поликлиники, это больницы, это даже женские консультации, где у нас обследуются так называемые будущи отцы. Провести обследование предлагают бесплатно, можно даже анонимно. Плюс есть вариант экспресс-тестов, они продаются в аптеке. Достаточно пары капель крови или слюны. Результат готов в течение 10-15 минут. От Блюкропа до Элизабет. В Беларуси начался сезон голубики. Бавруйскому лесхозу принадлежит самая большая плантация среди предприятий профильного хозяйства. В этом году специалисты планируют собрать до 4 тонн ягод. Это только на реализацию. Вскоре питомник расширит еще на 8 гектаров. Вкус ягоды оценила Ольга Васинда. Это голубичная плантация вблизи деревни Брожа. Самая большая среди лесхозов страны. И это несмотря на площадь всего в 1 гектар. Ягоду здесь выращивают больше 15 лет. Сезон только начался. Но плоды проделанной работы уже заметны. Выращиваем мы на нашем питомнике на лесном. В основном это посадочный материал для леса. То, что мы в лесу усадим, это сосны, елки, дубы, березы, клены и так далее. Ну и кроме того, как видите, мы идем по плантации голубики высокорослой. Уже вот при такой урожайности ягод, как сейчас, мы собираем порядка 4 тонн ягод на реализацию. Лелеют здесь несколько сортов. Раньше всего спеет Нортланд. Плоды крупные с сизоватым оттенком светло-голубого цвета. Особенность – мягкая кожура, поэтому в свежем виде хранится недолго. Но слаще будет Элизабет. Собирают ее намного позже, ближе к середине августа. Сорт Блюкроп начинает созревать в середине июля. Высота растений доходит до 2 метров. Урожайность – до 8 килограммов с одного куста. Ягода круглая, слегка приплюснута. На вкус кисло-сладко. В планах заложить еще одну плантацию в этом году. Голубичное хозяйство увеличится на 8 гектаров. Высадят такие сорта, как Чандлер, Патриот, Блюджей и Дюк. Кусты смогут плодоносить от 60 до 100 лет. В зависимости от разновидностей и условий почвы. Растения капризные. Не любят холод, засуху и ветер. Ее обновляешь, и она дальше растет и плодоносит. Но, конечно же, кто хочет для себя приобрести эту ягоду, нужно отнестись к ней серьезно. Это не тот куст смородина или поречка, который ты посадил и подкармливаешь и собираешь урожай. Вот здесь все-таки немножко по-другому. Два основных критерия – это кислая почва и постоянные поливы. Начали кустики зацветать, начали ягодки завязываться. Надо осуществлять полив обязательно. Для тех, кому поездка в питомник не по душе, хорошая альтернатива – поход на рынок. Правда, голубика – одна из самых дорогих ягод. Цена зависит от периода сезона. Вначале всегда недешево. Сейчас за пол-литра просят 7 рублей. Кстати, диетический продукт богат витаминами С и Е. В умеренных количествах в нем содержатся железо, цинк, магний, калий и фосфор. Ягода улучшает состояние сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, а также нормализует работу органов зрения. Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok